В эфире ТОП ЧАРДС, с вами Ширин Омурканова, ваш проводник в индустрии моды, музыки и кино. В ближайшие несколько минут вы узнаете о самых актуальных событиях в мире и не только. Ну что, поехали? Начнем с новостей онлайн. Совсем недавно в России был побит новый рекорд среди блогеров. Знаменитому Гусейну Гасанову за 12 часов удалось поднять количество подписчиков с 8 миллионов до 9. Фолловеры активно участвуют в розыгрыше нового Геллендвагена. Подробнее об этих и других событиях Всемирной сети смотрите далее. Машину хотели выиграть больше миллиона пользователей Инстаграма, но удача улыбнула 17-летней девушке из Украины по имени Анастасия. Три, два, один! Анастасия Хавруцкая, один миллион человек в сториз! Репетайте, гляньте! Пожалуйста! Привет, привет, привет! 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 Я тебя поздравляю! 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 Это событие стало трендом в Инстаграм. Случай произошел с пассажирами рейса в Сан-Франциско и Южная Калифорния. Видео опубликовано в YouTube и Instagram. Пользователи соцсетей рассказывают, что Риф фотографировался со всеми пассажирами и рассказывал о своих будущих проектах. Когда лайнер совершил аварийную посадку, актер арендовал фургон и развез людей по домам. Во время двухчасового пути до Лос-Анджелеса Рифс изображал гида, рассказывая пассажирам о местных достопримечательностях. Ирбисы Джесси и Паня живут в английском парке дикой природы в Хартфордшире. Посетители парка часто любуются сладкой парочкой, а работники гордятся, что им довелось присматривать за забавными и грациозными дикими кошками. По их словам, Джесси часто подкрадывается к Пане и бугает его, заставляя высоко подпрыгивать. На скрытую камеру во внутренней части вольера барсов, скрытой от чужих глаз, попадают романтичные моменты из жизни хищников. Работники парка даже сделали видеоподборку. Джесси и Паня спят плотно, прижавшись друг к другу. Время от времени они меняют положение, но каждый раз укладываются вплотную, но иногда Паня заботливо ложится позади. Тишь да гладь – это выражение точно не про знаменитостей. В этом мире всегда есть что-то новенькое и актуальное. Какие звезды на этот раз в центре внимания, расскажем вам в следующей рубрике. Далее – новости шоу-бизнеса. Буквально этой ночью певица Асель Кадырбекова стала мамой. Об этом в первую очередь сообщил супруг певицы Нурлан Насип на личной страничке в соцсетях. Он отметил этот день одним из самых счастливых и поблагодарил Асель за рождение дочери. А также близкие друзья уже начали публиковать поздравления в адрес семейной пары. Буквально на днях прошла вторая по счету свадьба Аваза Акимова и Айданы Деки, прошедшая в городе Бишкек, в одном из столичных ресторанов. Коллеги по цеху поддержали молодую пару исполнением известных музыкальных композиций. На мероприятии были замечены почти все представители шоу-бизнеса. Невеста порадовала жениха оригинальным танцем под песню западной исполнительницы. Отметим, что танец получился зажигательным. Также изюминку добавила жена известного рэп-исполнителя Баястана Зульфия Лансарова, которая находится на последнем сроке беременности и, несмотря на свое положение, зажгла танцпол. Молодожены оформили свой брак в официальной форме, пригласив на торжество представителя ЗАГСа. Канадский певец Джастин Бибер сообщил о намерении взять паузу в музыкальной карьере, чтобы сосредоточиться на некоторых глубоко укоренившихся проблемах, которые касаются семьи и здоровья. В заявлении, опубликованном в Инстаграм, Бибер отметил, что гастролировал всю подростковую жизнь и выразил недовольство своими последними гастролями. Певец подчеркнул, что поклонники его творчества платят деньги за то, чтобы прийти на живой, энергичный, веселый и легкий концерт, чего он не смог эмоционально дать ближе к концу гастрольного тура. «Музыка очень важна для меня, но ничто не важнее моей семьи и моего здоровья», – сообщил певец своим поклонникам, пообещав, что позднее он вернется с потрясным альбомом. Виктория Бэхэм будет матерью пятого ребенка. В зарубежных СМИ появляется информация о том, что у Виктории и Дэвида Бэхэм родится пятый ребенок. Однако рожать будет не сама Вики, а суррогатная мать. Согласно данным, о будущем малыше объявили Дэвид и Виктория во время торжественного семейного ужина. Они собрали близких и друзей, все пили шампанское, кроме Виктории. Потом Дэвид со слезами на глазах сообщил, что они ждут пятого ребенка. Интересно, что старший сын Бруклин был в шоке от известия. Что касается остальных детей, то они оказались взволнованы и счастливы. Как утверждает издание, у Виктории и Дэвида родится дочь. Это случится в первый месяц весны. В списке семенинов пополнил Николас Кейдж, который собирается жениться в четвертый раз. Актер подал заявление на официальную регистрацию отношений с девушкой, с которой они встречаются около года. Стало известно, что 55-летний актер решил официально зарегистрировать отношения с Эрикой Койке. О новой возлюбленной Кейджа почти ничего не известно, разве только что они встречаются с весны прошлого года. Актер подал заявление в округе Кларк, штат Невада. Дата свадьбы не уточняется. Впервые они вместе были замечены в Пуардо-Рико. У Кейджа проходили съемки. После их видели в Лос-Анджелесе, ужинавшими в шикарных ресторанах. Напомним, что ранее актер был женат на бывшей официантке Алиси Ким. С которой прожил около 10 лет. В браке у пары родился сын Калэл Капола Кейдж. Экс-солистка женского музыкального коллектива «Кызбурак» Азалия Дущиналиева представляет Кыргызстан на международном конкурсе красоты «Мисс Эко Интернешнл-2019». Артистка вошла в топ-15 в конкурсе «Шоу талантов». Кыргызстанка соревнуется с конкурсантами из 70 стран. Девушки путешествуют по городам Синайского полуострова, где проходят промежуточные этапы конкурса. Лучший национальный костюм, «Мисс Талант», топ-модель, пляжная мода, а также главный лучший эко-костюм. Сейчас Азалия занимается сольным пением. Девушка не в первый раз участвует от Кыргызстана в мировых бьюти-смотрах. В прошлом году она принимала участие в «Мисс Космополитен Вор-2018» в Малайзии. Новые клипы – это, конечно, хорошо, но куда интереснее взглянуть в закадровую жизнь и узнать, что творилось на съемочной площадке, что переживал в этот момент артист и, наконец, быть в курсе финансовых подробностей. Далее порция свежих новостей в мире музыки. Совсем недавно на просторах социальных сетей появился новый впечатляющий клип о «Сердце матери» в исполнении Александра Волкодава. Песня называется «Анеджирегу». Я решил выпустить песню именно на кыргызском языке, потому что здесь родился, вырос и потихонечку изучаю родной язык. Клип снимался четыре съемочных дня, была долгая подготовка. Идею клипа придумал я сам. Что было интересно, мы старались максимально приблизиться к реальной жизни, то есть мы ждали кадр, там есть, когда молодая мама делает уроки, укачивает ребенка, и мы прям ждали четыре часа, пока ребенок уснет, чтобы поймать вот этот кадр, как он закрывает именно глаза. То есть пытались именно сделать это все максимально естественно и приближенно прям к реальности, такое маленькое кино. Подготовка к клипу шла практически месяц, чтобы все найти и организовать. Клип вышел очень дорогой, потому что разные локации. И тюз снимали, забивали его людьми, чтобы они в конце встали, аплодировали и так далее. Видео несет в себе глубокий философский смысл, передавая все переживания героине. Душевный патриотический клип набрал больше 11,5 тысяч просмотров YouTube. Ну, я не буду раскрывать секреты конкретно, какая сумма вышла, но определенно как бы ближе к прям тысячам долларов. Слова, кстати, написал Акбар Куан Ичбеков, известный поэт-песенник. Сейчас 29 марта у меня проходит творческий вечер, потому что сегодня у меня день рождения, кстати, да. Я пригласил к себе звездных гостей, у меня будут выступать и Леса, и Гайныш Абдиева, и Гульджигит Калыков, и Зарина Рейнг, с которым я представлю дуэтную песню. То есть на этом сольном выступлении я представлю все свое творчество, а также три новых трека, отключая Анне Джерегу и показ клипа. Планирую сольный концерт, сейчас подыскиваю спонсоров. Хочу сделать хорошее именно шоу, то есть показать некий уровень, заявить о себе уже в полной мере и провести еще одно большое выступление, ну, как сольный концерт, получается, на Иссыкуле. На сегодня все. Не забудьте подписаться на нас в Инстаграме и Ютьюбе. С вами была Ширин Омурканова. До встречи в чарте.